Их все поставить на тортик, потому что у меня они больше никуда не пойдут. Пусть будет много. Клиент будет впечатлен и очень доволен. Мне здесь осталось вот еще местечко, куда тоже нужно подогнать что-то небольшое. Вот такой вот есть закрытый бутон. Они очень красиво смотрятся, закрытые полностью практически. И тоже его сюда раз, аккуратненько вбок поставили. Вот эта насадочка заужена. Обратите внимание, она даже немножко неровная. Вот здесь вот сгиб, тут сгиб. Ничего страшного, главное, чтобы она была узкая. Вот посмотрите, какая приходит. У нее вот эта попа большая такая. Велковый крем вообще терпеть не может толстые насадки. Если у вас толстая насадка и цветы не получаются, то, скорее всего, дело в насадке. Обязательно заустьте. Приходит с производства тонкая насадка только с пометкой буквки К. Это 124К, 125К, 126К. Уберете плоскогубцы, ставите насадку на стол и зажимаете. Давайте вместе поделаем пионы. Мои самые любимые цветы из любого крема. Я их просто обожаю делать. Я делаю быстро, даже некоторые в упрощенной форме. Белок позволяет это делать. То есть из масляного крема так вот шибко быстро не получится сделать. С белковым кремом сразу на торт, ой, сразу на цветочек я кладу зелень. Но сейчас я это делаю практически со всеми кремами, но с белковым особенно. Сейчас пока темная зелень у меня идет, и с этой, и с той стороны. Как раз красновато-зеленая зелень очень красиво смотрится на пионах и на розах. Это белковый крем. Рецепт этого крема есть на нашем YouTube-канале. Уберите, делайте, пробуйте, это очень интересно. Для пионов насадка 122 или 123 ее нужно заузить, потому что она приходит очень широкая. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу готовую зауженную насадочку. И такую насадочку, которая приходит обычная. Мне нужно сделать белые пионы, розовые пионы и бордовые пионы. Так как белковый крем у нас не прозрачный, как и другие крема, то есть у них все равно есть элемент прозрачности или брохотистости, здесь у нас плотный крем белого цвета, то нам нужно дать объем листочку. Поэтому все, что мы делаем, например, на масляном креме, мы делаем на белковом, примерно точно так же, только нужно насадкой двигаться более размашисто. Меня очень выручает то, что есть возможность работать разными кремами. Вот такой бутон. Так, смотрите, это одна порция. Еще вот зелень в пакете. Это одна порция. Сейчас я буду украшать торт пионами. У меня в пакете зелень. Я вместе с ней делала цветы. Вот она. И мне нужно на тортик уложить по краю тоже зелень, чтобы потом уже этим не заниматься, насадочкой листиков. То есть я лучше сейчас уложу, потому что у меня здесь много зелени, и я уже не поменяю. С одной стороны у меня идет такая, видите, красноватая зелень, а с другой стороны, то есть вот насадочка 104 зауженная, это небольшая насадочка, а с другой стороны зелень светло-зеленая. Конечно, с другой стороны насадки не так удобно делать зелень, но все равно это вполне реально. С белкового крема получается не слишком утонченная зелень, но это понятно, мы к этому готовы. Здесь нам главное сделать объем, подчеркнуть цвет, да, то есть играем цветом. Пионы у меня будут лежать с шапкой, поэтому мы укладываем зелень по кругу. Все, уложили. У меня сегодня много-много пионов, параллельно... То есть мне нужно два торта украсить. Первый торт это свадебный, а второй торт вот такой вот двухкилограммовый, небольшой. Самое первое, что я делаю, я укладываю посередине цветочек, которые мне нравятся меньше всего, потому что он закроется. Я фанат укладывания цветов на торт друг на друга. Конечно, можно навалить здесь кучку крема еще, да, сделать большую, но мне с белковым особенно нравится цветовый слеткий класс, потому что он легкий, недорогой, себестоимость у него невысокая. Вот я сделала полосочку из крема вокруг, чтобы была подставочка. И теперь начинаю. Беру сиреневый, укладываю. Вытираю ножнички. Беру розовый, укладываю. Беру белый. Укладываю. Снова сиреневый. Беру сиреневый. Укладываю его сюда. Здесь у меня остается просвет. Я сюда укладываю полураскрытый пион розовый. Двигаемся дальше. Беру белый. Беру белый. Укладываю. Розовый. Все, уложила. Теперь смотрю, что у меня с боков. Есть просветы, куда можно сунуть бутоны. Я беру еще розовый бутон. В зависимости от размера, мы его сюда кладем. Давайте посмотрим, как укладывать бутон так, чтобы он лег аккуратненько и туда, куда нам нужно. Посмотрите, у меня здесь узкий просвет, узкое место. Мне нужно подлезть сюда. Я не могу вот так поставить, потому что я задену листу, который у меня на тортике. Вы что делаете? Как на самолетике. Так сбоку подъезжаете сюда. Боком вставляете этот тюльпанчик. Теперь двигается только низ, потому что здесь у нас встретилось сопротивление. И опускаю ножнички. Аккуратненько вывожу, и у меня этот бутон встал как раз как надо. Как будто он из букета торчит. Теперь мне нужно освоить сиреневые. И вот сюда. Теперь у меня сверху еще. Сверху цветы. Так, здесь у меня. Я поставлю вот так вот розовый. И вот так еще сиреневые цепи. Мне нужно их все поставить на тортик, потому что у меня они больше никуда не пойдут. Пусть будет много. Клиент будет впечатлен и очень доволен. Мне здесь осталось вот еще местечко, куда тоже нужно подогнать что-то небольшое. Вот такой вот есть закрытый бутон. Они очень красиво смотрятся. Закрытые полностью практически. И тоже его сюда раз аккуратненько вбок поставим. Я сейчас из этого же пакета закрою. У меня переходника нет. Я поэтому этой же насадкой 104 закрываю некоторые места. Аккуратненько. Что у меня не так? У меня здесь зелень. Видите, в чем плюс? Зелень уже была на цветах. Вот мы с вами, я вам показывала, пиончик делаем. И сразу зелень добавляем. Это сильно облегчает работу. Я буквально поставила цветы на торт и все. И не нужно сейчас вот это вот заниматься тем, что втыкает зелень. И торт смотрится более воздушно, потому что у вас нет возможности закрыть все мыслимые, немыслимые, свободные места. Иногда страсть такая появляется, все позатыкать, а в итоге торт смотрится каким-то блином неестественно. Цветы в букете, они всегда торчат из разных мест, да? То есть такие вот, чем он пышней, тем лучше смотрится букет, тем объемнее букет смотрится. О, какая большая шапка. Видите, объемная. Классно. Спасибо за сердечки, девочки.